Привет! Вот тропа, по которой я когда-то бегал. Давайте я отведу вас на небольшую прогулку и расскажу о минусах бега с точки зрения фитнеса, а также о том, почему я уже давно не бегаю, хотя когда-то с помощью бега похудел на 8 килограмм за месяц без голода. И я расскажу как. И как обычно, будет не только практика, но и качественные научные данные. Мое знакомство с бегом началось, когда я был примерно таким. Это еще не пик формы. На пике меня сложно было сфотографировать или снять на видео, поэтому я использую кадры с мероприятия, которое снималось на видео. Кстати, к нему я еще худел. А так, мой вес достигал 104 килограмм, а размер талии, если это можно так назвать, 117 сантиметров. И по-хорошему мне не стоило бы бегать с такой формой, точнее ее отсутствием, потому что это было рискованно для суставов. Этот риск разве что снижался тем, что я никогда не бегал по асфальту. Обычно это было всегда что-то такое, леса, парки. И даже если я бегал на стадионе, то не по асфальтовым дорожкам, а только по земле. Я считаю, что если и бегать с лишним весом, то только так. Нужно готовиться к земле. Также может помочь специальная обувь или специальная техника бега, но вообще можно ли бегать конкретно вам, может сказать только ваш лечащий врач. А мы пока для начала можем выделить такие минусы бега. Чем больше вес человека, тем бег для него травмоопаснее, а также он требует особых локаций. Моя теперешняя форма существенно отличается от формы, в которой я начинал бегать, но эти изменения произошли не благодаря бегу. Хоть я довольно быстро научился пробегать без остановки больше часа, рекорд даже превышал 2 часа, в долгосрочном периоде форма особо не менялась. Чуть позже я скажу, почему так произошло, как я думаю сейчас, когда получаю информацию из современных научных источников на языке оригинала, но в то время я получал ее из каких-то форумов, из каких-то статей, из случайных видео от случайных русскоязычных блогеров. Поэтому как будто блуждал в дремучем лесу, не зная, что в фитнес-индустрии огромное как небо количество дезинформации. И тогда я решил, что проблема в том, что медленный бег это неэффективный вариант, и мне нужен интервальный бег. То есть, когда ходьба или медленный бег чередуются со спринтами на максимальной или около максимальной скорости. Мы бежим с тобой как будто от гепарда. Я думал, что интервальный бег превратит меня в жиросжигающую и мышцовыращивающую машину, потому что он дает мощное пост сжигание, то есть повышенный расход калорий в состоянии покоя, еще и очень полезный выброс анаболических гормонов. И скорее всего силу земли. В частности, повелся на популярную картинку, сравнивающую спринтеров и марафонцев, хотя на самом деле спринтера и марафонца, специально подобранных. Эта картинка якобы иллюстрирует, что спринты способствуют росту мышц, но не на всех картинках в интернете правда. Например, вот как выглядит первый белый спринтер, пробежавший 100 метров быстрее 10 секунд, Кристоф Леметр, и вот как выглядит ультрамарафонец Дэвид Гогенс. К среднему спринтеров действительно больше мышечной массы, чем у бегунов на выносливость, но не из-за того, что спринты дают какой-то сумасшедший анаболический эффект, а потому что в спринты и бег на выносливость попадают люди с разной генетикой, которые потом по-разному тренируются и употребляют разную фармакологию. Ну и давайте уже перейдем к современным научным данным, а то я только все отвергаю и ничего не предлагаю. После интервального кардио, или же хит, действительно есть постсжигание, или же эпок, то есть период повышенного расхода калорий в спокойном состоянии, но, во-первых, он есть и после равномерного кардио, а, во-вторых, эффект этот в обоих случаях копеечный. О, такой! Например, систематический обзор 2020 года показал, что эпок даже после значительного объема кардио составляет максимум несколько десятков калорий. Тут числа в джоулях, а джоуль меньше 1,4 калории. В интервальном кардио эпок больше, но разница очень незначительна, в лучшем случае она будет порядка десятка калорий. Это где-то как 1-2 минуты пробежать трусцой. Во время выполнения хитов тоже расходуется не так много калорий, и вот несколько метаанализов, показавших, что интервальные упражнения не лучше непрерывных для длительного снижения массы жира, и какое-то время позанимавшись уже интервальным бегом, а не медленным, я тоже не получил устойчивых изменений формы. Что согласовывается с данными вот этого метаанализа, в котором сделан вывод, что само по себе кардио не является надежным способом избавления от жира. По ряду причин. Например, люди переоценивают энергозатраты. После 20 минут интервального бега я задолбывался больше, чем после часа обычного, и поэтому думал, что и жира сжигаю больше. Есть компенсаторные механизмы по питанию, то есть после кардио люди склонны больше есть. Это я ощутил на себе, когда комбинировал интервальный бег с небольшим дефицитом калорий в питании. Часто после интервальных тренировок усиливался аппетит, поэтому дефицит приходилось снижать. А также у некоторых людей дополнительная еда может служить как бы вознаграждением за труд на тренировке. Есть компенсаторные механизмы по двигательной активности, то есть из-за кардио может снижаться бытовая активность в течение дня, а она делает существенный вклад в расход калорий. Когда я бегал в усиленном режиме, чуть позже расскажу как именно, бывало, что оставшуюся часть дня я мог только сидеть и лежать, и ловить отходники после этих тренировок. А также есть проблема с приверженностью, то есть с тем, чтобы, попросту говоря, не забросить занятия кардио. В некоторых исследованиях где-то 10-20% участников выборки выбывали из эксперимента, то есть просто не выдерживали регулярного кардио, и это при том, что у них была такая дополнительная ответственность, и все в итоге узнавали про то, что у них не получилось. Что же говорить о людях, которые худеют просто для себя, и даже не хвастаются этим в Инстаграме, чтобы повышать уровень ответственности. Как раз приверженность стала для меня главной проблемой. В самом начале мне было тяжеловато бегать, но потом довольно быстро стало получаться и нравиться. Я даже искренне кайфовал от бега, особенно если на каком-нибудь новом месте, на красивой природе. Поначалу он вроде даже заряжал меня энергией на весь день, но все-таки если силовые упражнения мне почти всегда в кайф, то от бега, если я и получал удовольствие, то сначала мне приходилось как бы ломать себя. Хотя кому-то такое нравится. Ты хочешь ломать? Нет. Зря. Типа преодолевать себя и все такое. А кому-то больше нравится сам процесс бега, но мне он со временем нравился все меньше. И вот в итоге как-то так стало получаться, что бегать у меня стало не получаться. То по каким-то обстоятельствам, то якобы нет времени, то это лучше сделать завтра, или может быть уже лучше регулярно начать бегать со следующей недели. На самом же деле причины моих крайне нерегулярных беговых тренировок были затронуты в моем видео «Фитнес-совет Курпатова». Если кратко, чем меньше удовольствия и чем больше стресса мне приносил бег, тем больше мой мозг искал способы от него уклониться. Так как же все-таки получилось, что при помощи бега я за месяц похудел на 8 килограмм без голода? Это далеко не феноменально, но учитывая, что я худел не со ста с чем-то, а с 98 до 90, результат вполне достойный. А дело в том, что в то время я немного занимался рэпом, потому что еще не знал, что блогинг будет намного интереснее мне и намного полезнее остальным. Я узнал, что прохожу в телеэфир «Х-фактора». Тогда еще смотрели телевизор, и в интернете проект был довольно популярен, и там на сцену к судьям пускают не всех подряд, сначала проходил отбор без них, из тысяч участников, то есть просто попасть в телеэфир – это было уже достижение. Мотивация зашкаливала, я узнал о том, что прошел за месяц, и на тот момент я весил 98 килограмм, и я решил за этот месяц максимально похудеть, даже специально арендовал под убитую дачу, и там занимался интервальными тренировками по два раза в день через день. То есть, например, понедельник – две тренировки, вторник – отдыхаю, среда – две тренировки, четверг – отдыхаю и так далее. Бегал я по схеме, которую прочитал в какой-то статье 100 метров спринт, 100 метров ходьба и 100 метров медленный бег. И таких циклов я выполнял 11 штук за каждую тренировку. При этом еще 15 минут медленно бежал к месту, на котором бегал, и 15 минут обратно. Еще каждый день убавлял грамма 3 углеводов, и я придерживался этого графика весь месяц почти без пропусков. Сейчас я понимаю, что такое снижение углеводов мне больше помогло сбросить в воду, чем в жир, да и интервальный бег не делал такого феноменального вклада в похудение, как я думал тогда, несколько лет назад, со своими пещерными знаниями. Секрет моего похудения был в двух вещах. Первое – огромные энергозатраты, и второе – особые условия, которые мне позволили выдержать такие тренировки. Во-первых, как я уже говорил, мотивации было через край, а во-вторых, я был чуть ли не как спортсмен на тренировочной базе, то есть условия были практически идеальными, я только тренировался и занимался творчеством, и никакого стресса. И когда все этапы X-фактора закончились, я еще много лет оставался плюс-минус в такой же форме. Периодически я аналогичным образом худел под другие выступления на шоу талантов, иногда успешно, иногда не очень. И спустя 4 года, когда я пришел на другой сезон X-фактора, я уже весил не 90, а всего лишь 88. А главное – с примерно таким же составом тела, а именно телосложением в стиле «жирный дрищ». Ведь в оценке формы не стоит ориентироваться только на килограммы, возможно, вы видели такую картинку. Это тот счастливый случай, когда картинка из интернета права, и если худеть без сохранения мышц, форма не будет принципиально улучшаться. Грубо говоря, человек просто будет становиться толстяком меньшего размера, мышечная масса важна даже для женщин, как мы знаем из этого ролика. Качественно тренируя мышцы, женщины становятся не такими, а, например, такими. По крайней мере, если не употребляют лошадиных доз запрещенных препаратов. Сейчас у меня вырос ху**, тестостерон норме. Итак, мы подходим к другому аспекту бега для фитнеса, а именно его влиянию на мышцы. Вот метаанализ, показавший, что кардио имеет тенденцию мешать росту мышц. Силовые и кардио тренировки подразумевают разные типы адаптации, поэтому их совмещение даже называют конкурентным тренингом. И кардио конкурирует и с ростом силы, и еще больше с ростом мышц. Конечно, это усредненные данные, и, как всегда, могут играть роль индивидуальные особенности. Например, если человек с детства привык бегать на выносливость, то у него будет меньше всего шансов потерять мышцы. И, напротив, если, допустим, человек на массонаборе не делает кардио вообще, а потом, переходя на сушки, начинает делать его в больших объемах, у него намного больше шансов навредить росту мышц. Но в целом тенденция однозначно. Кардио мешает росту мышц. Вопрос лишь на сколько. Более того, конкретно бег – это худший из всех популярных видов кардио с точки зрения мышц. В этом смысле он гораздо хуже, например, велосипеда или велотренажера. Потому что бег мешает росту мышц и особенно мышц ног. Как и все виды кардио, где есть прыжковая ударная нагрузка. Как, например, скакалка или джампинг-джеки. Во-первых, из-за системной усталости, то есть из-за нагрузки на опорно-двигательный аппарат в целом. А во-вторых, из-за того, что во время бега и подобных упражнений мышцы ног получают большую эксцентрическую нагрузку. Кто не знает, например, когда мы поднимаем гантель так, в этой фазе нагрузка называется концентрической, а в этой – эксцентрической. В прыжковых движениях во время приземления мышцы ног получают серьезную эксцентрическую нагрузку, и это затрудняет восстановление. Интервальный бег по своей природе ближе к силовым тренировкам, и у новичков даже может немного вырастить мышцы, но его минус в том, что после него трудно восстанавливаться. Кстати, поскольку бег больше вредит росту мышц ног, чем верха тела, получается, что в первую очередь он противопоказан женщинам, если они тренируются для максимальной эстетики тела. Великолепно развитые ноги профессиональных легкоатлеток – не показатель, потому что, как и в случае со спринтерами, не они такие благодаря профессиональному бегу, а они в профессиональном беге благодаря тому, что они такие. Генетически. Возможно, кому-то было сложно сразу расслышать эту речевую конструкцию, так что я повторю. Кстати, пока можете поставить лайк этому видео. Так вот, не они такие благодаря профессиональному бегу, а они в профессиональном беге благодаря тому, что они такие. Может быть, можно было написать это текстом, но я решил, что эта информация лучше воспримется на слух. И чтобы меньше всего мешать росту мышц, кардио рекомендуется выполнять не чаще трех раз в неделю, каждый раз не дольше 20-30 минут и без ударной нагрузки, как при беге. Например, можно использовать велосипед или велотренажер. Также в идеале выполнять кардио и силовые тренировки в разные дни, или хотя бы разносить их на 6 часов друг от друга, или хотя бы выполнять кардио после силовой, а не перед. И когда я похудел при помощи интервального бега и небольшого дефицита калорий, форма была примерно такая. И это при наличии силовых тренировок, пусть и в то время далеко не оптимальных. Подытожим минусы бега. Кардио само по себе не является надежным средством для избавления от жира. Кардио вредит росту мышц. Ударная нагрузка дополнительно ухудшает восстановление. Чем больше лишнего веса, тем травмоопаснее бег. Многим людям психологически сложно регулярно бегать. Нужны специальные локации. И для 34% аудитории, моего канала, вынесу в отдельный пункт, что особенно бег вредит женщинам, с точки зрения эстетики. Я уже очень давно не бегаю, и в следующем выпуске я расскажу, что я использую вместо бега, а также, как бы я сейчас с теперешними знаниями максимально худел за месяц в идеальных условиях. Так что проверьте подписку, колокольчик и лайк. Меня зовут Бак, на связи.